здравствуйте дорогие друзья всем доброго времени суток сегодня напишем летний пейзаж с полем сразу хочу сказать спасибо за просмотр спасибо друзья за лайки за комментарии огромное спасибо за вашу поддержку отдельное спасибо за донаты друзья спасибо что материально поддерживаете канал кузнецова наталья спасибо вам огромное давайте начнем всем приятного просмотра яркий пейзаж постараемся сделать холст 40 на 60 краски я скажу которыми можно обойтись без тут некоторые лишние как бы не лишние ну проще я скажу как подмешать если что-то не отпишите вопросики постараюсь ответить на комментарии первая краска индиго ее надо очень немного в основном в тень под дерево чуть-чуть там на передний план для самых глубоких темных теней это ультрамарин это небесная голубая можно просто ультрамарин разбавить белилками да кстати а белилки забыл белилки нужны обязательно без них ничего не получится это розовая светлая краска но она не столь важна если есть я ее буду небесно голубую с вот этой светлой буду подмешивать для неба более такой яркий чистый цвет получается небо это краплак розовый краплак красный это одно и то же по большому счету подойдет либо то либо то любая холодная краска розовая кадмий желтый темный кадмий желтый светлый кадмий красный любой темный светлый зеленые это зеленая травяная и изумрудная можно это у меня еще средняя окись хрома можно без нее зеленую травяную буду подмешивать с вот этим светлым и получится примерно вот такой цвет просто у меня уже есть эта краска и зеленую травяную нужно больше желтого добавить то есть вот это на это чуть-чуть светлее это холодная краска изумрудная она чуть-чуть нужно будет на передний план в основном на дерево он броженная и обычная умбра обойтись можно 1 первый слой сделаю напенение можно обычный разбавитель white spirit без запаха вот такая кисть двоечка расставим все на свои места макая в разбавитель давайте возьму умбру первый слой буду делать напенение чтобы он быстро выветрился на либо white spirit повторюсь и нам ничего не будет мешать слегка ниже срединки и уходим к низу доходим примерно до центра вот так мы постараемся выделить как можно больше всего это будет поле по над полем будет травка здесь тоненькая здесь чуть-чуть пошире пойдет видите жидко краска течет то есть тонкий слой срединку находим вот этого участка и выходим вот так где-то выше чуть чуть примерно срединка здесь уходим снова чуть чуть ниже то есть вот здесь примерно срединка холста чтобы нам проще было закрасить в нужный нам цвет вот эта часть вот так разойдется здесь это сюда уйдет дорожка кривая будет кривизну мы еще сделаем сама дорожка уйдет примерно здесь должно остаться сантиметров 10 здесь кусочки травки и сама дорожка вот так наискосочек чуть-чуть но это все еще я сейчас примерно подкорректирую все уже буду дорабатывать пятнышками ну и вот по над вот этим возле вот этой травки тоже пойдет дорожка я просто выделил саму травку это здесь участочек здесь то уже наработаем и вот этот сам тоже участок вот так зайдет вот такая широкая дорожка у нас будет здесь выделяем слегка выше угла мне тоже вот так не ровненько выходим к дорожке здесь у нас будет зеленая травка потом пойдет наше поле здесь слегка выйдет это будет более понятно когда все мы расставим уже теперь с этой стороны выделяем поле здесь примерно вот так и уходит есть возможность слегка выше подыму задний план посмотрим давайте найдем сразу деревцов потому что саму теневую можно будет сразу сделать темнее вот так начнется она с этой стороны примерно сантиметров 20 наверно отступить меньше лучше вот так это вот здесь темная будет самая пойдет тень на дорожку вот это просто такое большое пятнышко темное сделаем давайте и облачка все-таки сделаем облачка буду делать сразу синим не хочу лезть туда хотя она высохнет не столь это важно я все равно слегка промыл возьму небесно-голубую и это вот так облачко основное стараемся найти здесь небольшое будет и за деревом где-то вот так дерево и примерно треть картины точно вырисовывать не факт что получится ну примерно давайте постараемся повторить форму сразу самые основные это нам упростит работу дальнейшее какое-то здесь облачка здесь маленькая здесь просвет на так пойдут еще облака там уже разберемся я для себя набросал вы тоже постарайтесь референс друзья в описании под видео стараемся повторить нам не нужно копию сделать нам нужно сделать красивую картину и разобраться как рисовать поле и вообще солнечную погоду пока эту кисть отложить она нам пока не нужно взять кисть как можно больше и возьму вот такую овальную и возьму небесно-голубую и вот эту розовую и даже возьму слегка белилок и закрашу облака обходим естественно слой тоже делаю небольшой я его потом сделаю намного плотнее внизу больше с белилками и слегка теплее больше розовиночки буду делать полностью пройду вот так вверх слегка больше синевый к низу больше белилок и больше розовой нужно капельку желтой книзу добавить когда сделаю слой плотнее она сама небо будет казаться еще ярче просто слой тоненький но она и так смотрится ярко будет еще ярче сразу можно взять небесно-голубую слегка розовой но возьму уже с ультрамарином теперь больше розовинки и ультрамаринчик капельку индиго добавлю темное облачко вот такое сделаю светлым потом доработаю где у нас есть темненько делаем вот таким цветом слой тоже делаю небольшой мне нужно чтобы сейчас пенен выветрился к низу сделаю больше с розовинкой это эти же оттенки но слегка больше с розовинкой можно больше белилок добавить можно вместо вот этой брать краплак я сейчас найду самые темные к низу больше с белилками я сейчас вот это еще доработаю чуть-чуть теперь больше с белилками этот же замес но больше розовинки возьму и светлее разбавляем так чтобы более жиденько чтобы слой небольшой у нас получился возможно где-то сделать слегка темнее вот этот . мне нужно темнее слегка откорректировать где нужно темнее добавить сразу этой же кистью возьму желтую коричневую я слегка вытер желтая коричневая белилки разбавить хорошо посветлее нужно больше желтой я попробовал мне не подходит я что-то меняю слишком зеленый получается какой-то синий присутствовал ничего я сейчас сделаю вот так розовинку добавлю больше белилок больше розовинки можно краплак добавить и умра естественно с желтым и это точно так видите как нам быстро закрашивается потому что разбавляю редко так быстренько сейчас пока я дать буду доделывать небо вот это уже высохнет возможно не полностью надо подсохнет точно теперь давайте вот этот цвет мне неправильно получился но он нам не помешает я дорожку сейчас другой кистью сделаем возьмем любую кисть берем берем розовую синюю ультрамаринчик коричневый розовинку больше белилок такой фиолетоватый коричневый цвет закрасим дорожку цвет тоже это будет корректироваться я просто видите вот так быстро мне нужно просто как можно быстрее сейчас закрасить подкорректировать все что мне нужно там больше белилок и будем так можно сразу подкорректировать оттенок берем больше белилок просто прям сюда можно подмешать даже берем камни желтый светлый зеленый травяной чуть-чуть вот здесь яркая зелень можете даже одним цветом вот так все закрасить можно сразу как можно больше оттенка где-то больше вот такой потемнее где видим допустим здесь по краешку потемнее делаем темнее тоже вот так все быстро быстро закрасить здесь вижу больше с желтым сразу добавлю больше желтого в общем как-то вот так закрасить слегка с изумрудной такой яркий будет зеленый он здесь такой в тени больше изумрудной можно даже сразу взять вот здесь где тень закрашиваем даже желтая с изумрудной вот так пятнышком пятнышко поправлю здесь небольшое есть на краешке в начальном этапе не столь это важно можно сразу стараться больше оттенков кидать сразу нам нужно просто примерные оттенки здесь больше зеленой травяной возьму так накидаю сначала сейчас кину где более светлая травка там больше зеленой травяной возьму с коричневой вот такая вот здесь будет так будет выступать здесь слегка травка сверху такая оранжеватая слегка с красным не вот такая угловая кисть и не просто вот так вытягиваю сюда пойдет темная и вот здесь такое будет темненько вот здесь зеленая можно с ультрамарином где самая темная даже можно капельку индиго добавить здесь розовая с синим делаем такой фиолетоватый цвет и вот здесь где тень сразу показать что здесь тень будет вот такая изумрудная с синим теперь давайте начнем доделывать небо пока будем делать небо и тучки здесь white spirit выветрится либо пенен и нам проще будет идти ниже 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 она полностью конечно не высохнет но краска станет имеется ввиду не будет препятствовать что мы будем нас последующий слой делать она нам мешать уже не будет можно чаёчек попить и потом приступаем дальше можно на следующий день работать как бы это уже зависит от вас возьму овальную кисть поменьше номер теперь буду работать тройничком сделаем все точно так просто сделаю плотнее слой я влажной салфеткой почистил область чтобы предыдущие замесами не мешали можно с этим слегка скраблаком чуть-чуть белилок просто повторю оттенки возможно слегка вверх темнее чуть сделаю вот таким к низу вот таким же светлым но слегка светлее то есть пройду точно так но сделаю более плотный слой я это под ускорю потому что это все однообразно делаю а вот это и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сделал все более гладко Вот такими быстрыми движениями Как бы восьмерочку вырисовываем И тучки точно так нанес и слегка разгладил Теперь нужно взять вот такую мягкую кисть Белочку, допустим, с мягким ворсом Взять белилки Хорошо разбавить, чтобы такая краска мягенькая была Взять желтый Чуть-чуть И чуть-чуть красного Можно капельку коричневого Допустим, вот здесь вверх можно слегка с розовым Более розовый Больше красноватого добавить И чуть-чуть розовый можно И вот здесь вот так Зайти на вот это темное наше Слегка подмешивая Стараемся подмешивать именно где соприкасается Нижняя часть То есть где подходим к темному Можно сразу вот таким Более средним, не слишком ярким Чуть-чуть выходим на небо Подмешиваем с небом У нас получатся такие воздушные, мягкие облака И стараемся вырисовать форму облаков И нежно растушевываем с небом Тоже это придаст Такие будут, как вата Мягкие воздушные облака получатся Так, где-то слегка ниже зашли Можно снова-таки Вот этой веерной кистью, мягкой Аккуратненько, краешком Вот здесь Мягко растушевываем Аккуратненько, аккуратненько И будут вот такие Более воздушные облачка Вот таким образом Нужно пройти везде Просто Ну-то посмотрите Оно и на референсе видно Кое-где есть более светлые Вот такие Кадми-красный Кадми-желтый Здесь у меня другое облако получилось По форме То есть вот так я сделаю Примерно вот такую форму Чтобы у нас получилось Такое рванное облако Вытираем кисть Когда нам нужны чистые оттенки Чтобы у нас всегда оставалась Вот эта яркость Потому что красочка Будет браться все равно Провели, вытерли Можно этой же кистью Слегка растушевывать Добавить вот такую яркость То есть вытерли кисть Слегка растушевываем Либо же Снова-таки повторюсь Можно это делать Вот этой Хорошо ее тоже вытираем Даже вплоть до того Что вместе с небом Слегка цепляем Аккуратненько только Потому что слой нужно сделать Такой более плотненький Чтобы вот эта яркость У нас прям засияла Для этого нужно сделать Более плотно Ну такие облачка Повырисовывать Здесь таким же образом Находим вот такие светлые участки И все вот так прописываем Здесь допустим Пройти самым Слегка красноватым К этой стороне Более светлый Вот такой Светло-красноватый С красным С желтым Видите Здесь более яркое Чем вот это Можно было по низу Вот так пройти Таким А вверх Сделать более Светлый И вырисовываем Вот такие рваные облака Не спешим Потихонечку Это более сложная картина Лучше никуда не спешить Потихонечку все сделать Темное Естественно Все не перекрашиваем Видите Вот так По чуть-чуть Лучше еще добавить Если захочется По чуть-чуть Добавили Растушевываем Смотрим Как оно смотрится Чтобы посмотреть И правильно понять Как оно смотрится Лучше Отойдите на 2-3 метра Посмотрите Сдалека Как смотрится Облачко Ну и в общем На картину Нужно отходить И смотреть Время от времени Здесь есть облачка Они более Вот такие Вот Светло-розовые Вот такие Можно даже Чуть-чуть Светлее Еще Вот такие Воздушные Их Растушую Побольше Можно сразу Вот такие Кинуть Потом слегка Светлее И все это Вместе Растушевываем Если нужно Добавляем Светлее Вот таким Образом Пройду Все Просто Если вам Нужно Вот такие Более Воздушные Туманные Такие Облачка Просто Их Больше Растушевываем И все А так Принц Будет Везде Одинаковый Вот так Быстренько Пробегу Вот Если хочу Более В туманах Завести Я их Больше Растушевываю С небом И они Войдут Более На дальний План В общем Я сейчас Это все Чуть-чуть Подускорю И пойдем Дальше Теперь Давайте Сделаем Самый Задний План Нам Нужно Побольше Трамарина Розовинку Слишком Много С розовинкой И борщил И к вот Этой стороне Более Светлая Сделать Слегка Светлее Нужно Наверное Более Мелкой Кистью Неудобно Вот так Необязательно Наоборот Стараемся Как-то Неровненько Это все Попадать Чем больше К вот Этой стороне Тем более Светлая Здесь Делаем Более Темная Больше В синеватую Сторону Кверху Можно Слегка Светлее Ставить Книзу Сделать Чуть Чуть Темнее Книзу Можно Даже Слегка Взять Побольше Капельку Индиго Дополнительно Разделить Как бы Несколько Ярусов Сделать И С небом Хорошо Сходимся Там Ничего Не Врисовываем Тоже Синеватой Синдиго Можно Такие Как бы Деревца Показать Слишком Ничего Такого Сверх Естественно Вырисовывать Не будем Можно Все Вразбели Слегка Разбеленный Зеленоватый Взять Что Здесь Где-то Больше Вразбели Что-то Там Такое Есть Чуть Чуть Желтым Речневатый Тоже Вразбели Который Более Ближний План И смешиваем Его Синим Так Условно Показать Что Какие То Деревья Тоже Есть Более На Ближнем Плане Здесь Точно Так Более Синеватые Синеватые Вразбели Вот Так Вдали Вот Такие Деревья В дальнем Плане Стараемся Слишком В детали Не вдаваться Просто Чуть Чуть Вот Такого Чего-то Накидать Можно Слегка Больше Синевы Кинуть Вот Так Еще Здесь Под Низ Возьму Вот Такую Кисть Берем Желтый Белилки Коричневатый И Вот Так Просто Прикасаясь Капельку Розовинки Добавлю Видите Я Размешал Размешал Снял Краску И Кверху Набираю К К К К К К Белилки Добавим К Дерево Слишком Не Подходим Здесь Легка Другая Травка Будет Можно Добавить Чуть Возьму Белилки Желтый С Красной Такой Сделаю Оранжеватый Цвет Слегка Коричневый туда и еще коричневый красный красновато-коричневатый цвет больше красный с желтым возьму прям оранжеватый сделаю здесь просто слегка больше протягиваю к низу вот здесь тоже есть такая травка больше коричневатый возьму с красным с розовиночкой больше красновато-оранжеватый больше в красную сторону даже где видим здесь можно вот так тоже вот так видите с протяжкой стараемся найти где у нас вот такие вот оранжевато-красноватые оттенки здесь такой же оттенок только нужно все разбелено слегка пришлепываем сами ворсинки сделают похожие на колосочки тоже это стараюсь делать более пустозно здесь больше с розовинкой возьму желтый с розовинкой белилки вот здесь замешаю взял взял больше вот такой коричневатый с желтым и с розовым добавлю добавлю такого потом кину потемнее добавлю темненького потом добавлю светлые то есть вот такое как делали белилки и розовый красный и желтый слишком нахожу примерно темноватая кое-где здесь коричневато красноватый такой добавить и вот такой светлый теперь нужно добавить везде главное не закрасить то где у нас есть уже посветло-розоватый розовый желтый белилки ну так чтобы местами естественно вставить и темное но добавить вот такой яркости точно таким образом нужно сделать с другой стороны вот такой посветлее сюда кинуть это можно другой кистью делать более аккуратненько показать что и вот так вот так лежит по-разному что он наклоненный здесь мы уже будем вырисовать зеленью единственное вот здесь нужно вот такой оттенок с синеватым с розовым то есть эти же оттенки которые использовали сейчас вот здесь давайте заново сделаем белилки капельку синевый розовый побольше побольше синевый вот так синевые и желтый сюда слегка зеленоватая все равно все равно больше в желтую в желтую сторону розовый чуть-чуть синий желтый внизу больше желтый с синим вот так подмешаю капельку зеленого побольше даже зеленого ну вот такой кистью пушистенькой сейчас сделаем деревья сначала возьму синеватый оттенок кинем синеву то есть тень деревьям здесь больше коричневатый коричневый с желтым вот этот нужно оттенок брать коричневый с красным возьму теперь больше зеленоватого возьму больше желтый светлая сделаю зеленая травяная слегка синим вот здесь есть темное дерево кверху подмешиваю с небом и оно становится более светлое главное темным цветом придать нужную форму чтобы это было понятно что это дерево здесь можно такое вертикальное поставить этой же кистью будем строить само дерево изумрудное нужно синий добавить изумрудное ультрамаринчик можно кистью двоечкой это делать и выводим в форму сразу вот таким темненьким стараемся форму вывести можете дать чтобы подсохло я хочу с первого вот так к низу пошло то есть сразу темным светлым доработаем и зеленой травяную сюда же чуть-чуть буду менять оттенки стараемся найти основную самую основную форму и примерно до вот этой высоты нужно то есть примерно вот так можно выше и выводим форму все не закрасить а находить большое скопление листьев вот здесь просвет допустим здесь вышли веточки сейчас пробегу вот таким образом все я просто как бы бью снова как бы прихлопываю темно-коричневым синий коричневый можно сразу вывести веточки синий с коричневым получится почти черный цвет ну светлая будем делать вот так допустим берем изумрудную желтый только нужно брать более плотненько то есть хорошо размешиваем и берем хорошо набираем краску поплотнее стараемся оставить листочки если что можно накидать это на втором сеансе выбираем массив веточки и вот так местами добавить главное не спешите вот так с просветами не старайтесь закрасить если закрасите даже все все равно это можно просвет и небо потом добавить не переживаем делаем все получится вот для чего мы сделали веточки чтобы нам проще было раскидывать и на краешек слегка выходим найдите вот такую небольшую кисть либо купить это синтетика кисть зеленую травяную подмешиваю изумрудную и синюю хорошо плотненько наношу даже темное стараемся более самое темное можно не слишком плотно ну тоже так чтобы слегка с фактурой я оставляю в эту сторону слегка наклоняю веточки здесь естественно в эту сторону постепенно постепенно наполняем дерево придаем нужную форму нашим веточкам где нужно добавить темного небо мажется сразу может не получится темное темное настолько темное насколько нам нужно у меня эта краска мягкая более мягкая я ее не разбавляю и теперь выхожу дальше настолько насколько мне нужно корректирую форму вот так слегка к низу веточки где просто прикасаюсь и за счет того что за счет самих ворсинок получается как будто бы несколько листочков сразу допустим вот здесь нужно сделать темнее сразу набрасываем темное потом делаем дорабатываем светлые участки можно сделать светлые участки уже вытру кисть слегка изумрудная желтая капельку зеленой травяной то есть те же только желтый теперь вместо синего и стараюсь еще более плотненько добавить вот такую яркую листву изумрудная с белилками светлая зелень вот здесь где самое темное делаем слегка светлее чем мы делали темное то есть тоже темное нужно сделать но светлее чем кидали сразу капельку желтого добавить вот так слегка поиграясь вот такими оттенками добавить яркость на низ просто можно зеленой травяной добавить слегка можно с желтым чтобы было тоже понятно что там все-таки тоже листики здесь нужно светло-фиолетоватый оттенок кинуть зайти темным темно-зеленым синим такой как мы делали потом розовый синий такой фиолетоватый цвет больше синюю сторону кое-где больше фиолетоватую сторону где дорога можно брать здесь темная зелень где зелень в тени даже слишком темная есть есть вот такая светлая сразу показать что тень не везде как листочки делали с белилками где-то здесь тоже такую-такую кинуть можно более мелкой кистью будет доработать это возьму кисть двоечку можно единичку вот такую светлую зелень вот сюда ну вот так такими полосочками где-то чуть-чуть темнее чуть-чуть светлее чуть-чуть темнее даже чуть-чуть белилок можно либо как не желтый светлый чтобы сделать слегка светлее еще можно светлее просто сначала кинуть темное потом где-то прям желтое накидать тоже вот темно-коричневое коричневое с синим показать здесь такие глухие тени вот здесь побольше такого нужно кинуть темного синий коричневый розовый на передний план вот сюда накидать коричневый синий розовый можно просто коричневый с синим здесь темно-зеленоватый можно вот такой кинуть как на деревья кидали и стараемся уже прорисовывать травку видите просто книзу слегка протягиваем появился контраст выделилась слегка вот эта область это нужно точно так будет дорабатывать оттенки очень похожи травинки ну травиночки накидали вот такое темное потом берем зеленую травяную вот так можно быстро накидать травок главное направляем их в разные стороны потом слегка светлее кадми желтый зеленая травяная кадми желтый темный возьму зеленую травяную такую травку кинуть кадми желтый кадми светлый зеленая травяная прям вот так просто понатычивать плотно вот такая травка на переднем плане буду стараться делать более фактурный все плотный мазочек видите прям не разбавляя красочку так чисто набрал сюда такого кинуть где вижу какой-то оттенок похожий на тот который мне находится на кисти я его буду сразу проставлять по чуть-по чуть будем выходить светлее и светлее есть и светло синяя изумрудная белилки вот такая такая травка здесь большое разнообразие травинок точнее говоря ну и травинок разнообразие и большое разнообразие оттенков вот здесь есть такая травка видите я ее особо не прорисовываю как бы прорисовываю но быстро здесь у нас в основном темное можно даже темного добавить можно взять две кисти одной работать светлым либо проработать темное зеленое травяное изумрудное возьму хорошо разбавляем делаем мягкую мягкую краску чтобы хорошо на кисть бралась и хорошо ложилась и вот такие темные травинки на поле выходим начинаем с темного естественно и выходим более светлым и есть еще вытру эту же кисть сразу сделаем покажу и такое розовое синее больше в розоватую сторону можно капельку коричневой даже добавить прям побольше разовинки возьмем такое то есть кинуть вот такого разнообразия можете что-то от себя дорисовать что-то прорисовали прорисовали отошли посмотрели что у нас получается как он смотрится если красиво смотрится оставляем нет можно сразу что-то исправить ну а так по чуть по чуть это даже как бы чертополох какой-то что-ли что-то такое есть в общем по чуть по чуть вот таких оттеночков посмотрели нужно светло светлая зелень набросались темную зелень добавили светлую светло-желтый естественно вот такую нужно будет травку как мы делали самую светлую точно таким образом чуть-чуть добавить не обязательно ее прямо вырисовывать можно сейчас ну то есть кадми желтый светлый какая-то зеленая либо чуть-чуть ее не обязательно вырисовывать берем любую зеленую и вот так тоже плотненько плотненько где-то больше желтого где-то меньше до пройти и делаю все плотно здесь нужно не пожалеть краски тогда получится более объемно и будет эффект красивый будет похоже что здесь прям лежит травка именно для этого мы недавно писали этюд где нужна темная зелень темную накидываем то есть смотрим здесь вот такая коричневатая тень добавил темного и пошел дальше темное делаю повторюсь не слишком плотно более плотненько стараюсь сделать самое-самое светлое вот так видите эту часть мы в принципе проработали это уже будет все однообразно где-то вот такие тоже полосочки то есть стараемся побольше разнообразных оттенков добавить и там уже насколько хотите настолько и вырисовываем такую зелень яркую сильно к низу такую яркую не нужно делать чтобы самая яркая травка у нас осталась на плоскости ну то есть где плоско а здесь вот такая в меру средняя по темноте ну вот так допройду все дорога у нас в принципе получилось вот такой цвет это более правильный белилки розовиночка синяя где-то больше в розовую розовую и коричневую где более темная сразу набросать где у нас есть темные участки больше коричневатый которые взять вот так видите небольшими чтобы получилось как бы камушки с розовым чуть с белилками проставить вот таких полосочек где в тени вот так тоже больше коричневатый можно и синим даже ну то есть как вот здесь сделали вот здесь мы сразу неплохо разобрали подобрали цвет просто теперь чуть-чуть темного добавить и потом самое светлое кинуть самое светлое естественно тот же оттенок просто больше белилок синий розовый коричневый белила корректируем корректируем форму вот этой растительности до вырисовываем можно сначала среднее потом самое-самое яркое прям вот так небольшими синий розовый участками тот же оттенок но слегка больше белилок и где самое-самое яркое где больше попадает солнечного света добавить вот такого здесь как и говорил да просто больше синеватую сторону вот так где тень на дорожке просто больше в синеватую сторону те же оттеночки но больше в синеватую сторону потом подходим туда таким светлым корректируем тень хорошо прорисовываем дорожку вот так уходит у нас дорожка и самые яркие участки теперь вот так у нас получилась как бы такая натоптанная дорожка как будто бы там ездили и машины и люди ходили над травкой можно вот такое темного добавить хорошо вот корректируем проработаю форму где-то прям тень можно вот так местами прорезать показать что как будто бы сквозь листочки даже попадает свет для большей реалистичности такой детализации ну и здесь сделаем травку слегка светлее где на свету делаем ярче ну и здесь дорабатываем травку хотя сделаю эту сторону а так в принципе друзья это все будет одинаково возможно более синеватый нужно сделать слегка синевый добавить вот сюда небо мажется мешает основу мы сделали вот уже грубо говоря ну естественно когда до пройдем так что в конце еще поговорим что такое что в это много это что что мы это мы мы это порог мы это что мы это все Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем 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 DimaTorzok изменить форму. Оно слишком круглое, можно чуть-чуть его изменить. Более разнообразная крона. Пока оставлю так, потом доработаю светлое кину. В общем-то уже не столь важно. На этом все друзья, всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки, за комментарии друзья. Огромное спасибо вам за поддержку. Пишите картины, пишите их с удовольствием. Счастья, мира, здоровья, добра, удачи, друзья. До следующего видео. Пока, друзья.